Всем привет, ребята! Сегодняшнее видео будет посвящено муравьям, а именно африканским муравьям-филлахам. Вот они у меня живут в этом формикарии. Когда-то это была довольно большая колония, жили они без проблем, все было хорошо, но в какой-то определенный момент у них начались проблемы, и они начали умирать. И в данный момент, как вы видите, у меня осталась всего лишь одна королева и один рабочий муравей. Вот такая вот ситуация. И, кстати, еще вот там вот видно яички, видите, вот расплод, целая-целая кучка. И какая ситуация? Я вот наблюдаю какое-то время, получается, королева постоянно несет яйца, оттуда постоянно рождаются муравьи, но они живут недолго и умирают. И таким образом постоянно живых один, два, три в данный момент всего лишь один рабочий муравей и королева. Вот такая вот ситуация. То есть что-то у них пошло не так. Я общался на эту тему с ребятами, которые подписаны на меня в телеграм-канале. У нас там, кстати, очень много интересных людей, которые реально очень хорошо разбираются в муравьях. И они мне посоветовали пересадить их в пробирку. То есть здесь им очень много места, они чувствуют себя некомфортно. Их нужно пересадить в небольшую пробирку, такой, знаете, типа инкубатор. И там они должны как-то набрать силу, то есть расплодиться, и потом можно будет их уже обратно переселить в формикарий. Кстати, интересная получается ситуация, что в свое время, благодаря моим видео, очень многие люди, ребята, начали заниматься разведением муравьев. И сейчас такая ситуация, что очень многие из них стали уже в 100 раз опытнее, чем я. Потому что я не особо в эту тему вникаю. У меня муравьежницы, которые не требуют сильного, большого, так сказать, углубления в это дело. Но вот такие вот более сложные виды требуют каких-то особых условий. Ну что же, давайте проведем эту операцию. Итак, я подготовил вот такую вот пробирочку, сюда набрал кипяченую воду, заткнул это дело ваткой. Здесь у меня поселятся муравьи, далее я заткну снова ваткой здесь, и они будут у меня жить в маленьком пространстве, и по идее им будет здесь комфортнее. Но вопрос в том, как это взять и достать отсюда этих муравьев. Придется разбирать, раскручивать эти винтики, разбирать этот фармикарий и как-то их оттуда доставать. Это будет, я думаю, очень интересно. Я возьму вот такой вот контейнер. Внутрь этого контейнера поставлю нашу муравьиную ферму, которую я буду разбирать. Ну а края этого контейнера нужно будет смазать антипобегом. Я нашел в интернете, что есть такое вещество диметикон. Это используется оно для парфюмерии, я не знаю для чего. Ну, короче, оно же очень классно, можно использовать его как антипобег. Я возьму ватку, хорошенько смочу, похоже чем-то на что-то жирное, какое-то масло. И смажу периметр, чтобы они не могли вылезти. Когда я разберу этот фармикарий, они у меня, конечно же, разбегутся, но они не смогут убежать за пределы контейнера, потому что я смажу стенки. Итак, давайте приступать к разборке в фармикарии. Я не знаю, что будет происходить, посмотрим. Так, снимаем эту верхнюю накладочку. Есть. И теперь нужно откручивать вот эти винтики. Ага, тут снизу же есть ответные части. Так, наверное, проще будет вот так вот их открутить. И так, ребята, открутил я. 15 болтов. И сейчас, сейчас будем приступать к разборке. Смотрите, я снимаю верхнюю крышку. И в принципе, так она прилипла местами. Ага, не так-то просто ее снять. Она не снимается, ребята. Тут вроде подымается, а тут почему-то не подымается. Что же делать? О, смотрите, заметушились. Вон, королева схватила яйца и куда-то понесла. Да-да, блин, они переживают. Что же делать? Как же их отсюда? Как его разобрать? Непонятно, как оно здесь. А-а-а, оно здесь вот засунуто. Что же делать? Не хочется ломать его. Потому что здесь оно заходит в пазики. И в принципе, просто так его достать отсюда просто нереально. Может быть, я приподыму, и они отсюда вылезут сами. Давайте попробуем сделать так. Я приподыму вот эту штуку, засуну сюда отвертку. И королева, может быть, сама вылезет отсюда. О, как-то их попробую отсюда выгнать. Блин, она такая большая, если она меня укусит. Давай, давай. Выходи. Ого, смотрите, она бросается. Ого. Смотрите, она прям защищается. Схватила вон самую большую личинку. Ого, ну давай, давай, выходи. Я хочу тебя спасти. Вылезай отсюда. Вылезай. Она вон цепляется. Давай, давай. Вот этот муравей. Ну, вылезай отсюда. Глупышка. Глупышка. Блин, она большая, как оса. Она очень большая. Опа. Опа, опа. Так, стоп, 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 стоп. Мне нужно взять эту пробирочку. Оп, есть. Я ее забросил в пробирку. Она есть. Она в пробирке. Так, нужно предварительно закрыть. Теперь мне, смотрите, она в пробирке. Теперь нужно взять... Так, того муравья мы потом поймаем. Нужно взять каким-то образом расплод. Достать, если получится оттуда. Как же его достать? Я решил намочить ватную палочку и попробовать его. Ну, тут реально целый комок яиц. Их нужно достать. Вот они. Так, я их... По-моему, они цепляются. Давай, давай. Блин. Хотелось бы достать их оттуда, конечно, все. Не получается. О, кое-что взял. Смотрите, какую-то личинку взял. Есть. Муравей в потерях бегает. Ну, ничего, сейчас я тебя заберу. Сейчас мы тебя заберем. Так, вот. Яйца есть. 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 Так, еще одна порция яиц. Они тут, блин, в уголочке. Сложно достать их. Ай, давай, доставайся. О, приклеились. Есть. Есть. Есть, есть, есть. Такс. Вот еще пару яичек. Хорошо, что они липкие, цепляются. И еще, по-моему, там что-то осталось. Нет? Нет, ничего. Вот еще одна личиночка. Просто личиночка одна. Давай, берись. Блин, боюсь ее раздавить. Муравей залез в середину. Ёлки-палки. Так, что ж такое. Нужно попробовать с сухой ваткой взять его. Есть, ребята, вот смотрите, одна личиночка. Так, осталось поймать муравья. Так, я не понял, где он? А он уже там. Так, нужно его как-то выгнать отсюда. Давай, давай, выходи. Вылезай. Он что-то схватил. Он схватил личинку или песчинку. Что-то одно он там схватил и куда-то несет. Он хочет спасти, глупышка. Выходи отсюда. Выходи отсюда. Я буду долго его так тут ловить, конечно. Это жесть. Оп, оп, оп. Давай, 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 давай. Оп, вот он, вот он, вот он. Залезай на палочку. А у него в зубах личинка, ребята. Так, сейчас я уже уберу отсюда эту пармикарий этот. Вот, остался один единственный муравей. Сейчас я его поймаю. Вот, садись. Смотрите, бегает, бегает с личинкой и не хочет, не хочет садиться. Глупышка. Так, нужно подготовить пробирочку. Все, 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 давай. Блин, я его буду 3 часа ловить, этого муравья здесь. Ну что, ребята, наконец-то пересажены. Вот такой вот получился типа инкубатор. В общем, здесь закрыта ватка. Здесь сделал такую из картонки подставочку, чтобы она не каталась по столу. И вот они, смотрите, бедненькие мои. Королева и один рабочий муравей остался. Смотрите, как они прижались к друг дружке. Надеюсь, им здесь будет получше. Здесь поменьше места. Буду как-то их здесь подкармливать потихонечку. Кстати, вот смотрите, здесь их яйца и одна личинка, по-моему, там они приклеились к вате. Но я думаю, они их найдут и заберут как-то, и с ними все будет нормально. С них вырастут муравьи. В общем, буду вам дальше, ребята, показывать, рассказывать, как они живут, что с ними дальше будет происходить. А вот так вот при помощи шприца я даю филлахам пить сахарный сироп. Выдавливаю маленькую капельку, и рабочий муравей ее выпивает, и у него надувается брюшко. А потом он идет и кормит королеву. Сама королева к шприцу почему-то не подходит. Ну, наверное, не царское это дело. А вот тут прошло уже несколько дней после переселения, и мы можем видеть, сколько у них уже расплода, и как рабочий муравей за ним ухаживает, переносит туда-сюда, что-то с ним делает, может быть, подкармливает или облизывает, чтобы они были чистые. И за этим очень интересно наблюдать, особенно под таким большим увеличением. Кстати, я только что заметил, что у этих муравьев снизу под челюстями есть какие-то отростки типа бородка. В общем, удивительно, как он аккуратно берет своими острыми челюстями личинки и не повреждает их. Ну, и сама королева также иногда ухаживает за расплодом, перекладывает его, ощупывает и что-то там еще делает. И обратите внимание, у королевы тоже снизу есть такая типа бородка. В общем, если все будет хорошо, то скоро тут появятся новые рабочие муравьи, и я надеюсь, что эта семья снова возродится и наберет свою численность. Так что обязательно будет продолжение. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ну, а я с вами прощаюсь. На сегодня все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok